Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Андрюха, и сегодня я возвращаю рубрику механизма SerialCraft. Её уже не было 3-4 месяца, я даже по ней успел соскучиться. Электролетсплей, конечно, мне уже чуточку надоёл, поэтому всё-таки я сегодня решил записать механизмы. Сегодня у нас будет очень маленький механизм, возможно, для кого-то это не будет открытием, но всё-таки я его решил записать, так сказать, показать хоть что-то. Ну, давайте же начнём. Ну вот, я и зашёл на карту, и, как вы можете видеть, здесь вот такой вот маленький механизм. Если присмотреться и убрать некоторые детали, ну вот это, вот это и вот это, то здесь можно увидеть бесконечный двигатель. Но тут есть небольшая модернизация, вместо обычной D я поставил регулирующийся D, то есть можно регулировать частоту. Сейчас я это тоже вам всё покажу и расскажу. Так, в общем, вот эта вот задержка, с помощью неё мы можем настраивать частоту воспроизведения электрического сигнала, так можно сказать, если я правильно вообще сказал. То есть мы можем поставить одну секунду и, если мы его включим, то каждую секунду с RollCraft, то есть, я не знаю, по-моему, это не реальная секунда, а может и реальная. В общем, каждую секунду будет работать ПВО механизм, табличка и лампочка. Если же мы поставим частоту слишком маленькую, то есть будет 0,01 секунда, то у нас здесь будет бешено вырываться нота из нашего ПВО механизма. Быстро работать табличка и совершенно не будет работать лампочка, потому что она просто будет не успевать зажигаться. Если же мы поставим самую большую, то всё будет работать прекрасно. Причём, работа и не работа будет одинаково. То есть, если смотреть на лампочку, мы здесь поставили 2,56 секунды. И 2,56 секунды она будет гореть, и 2,56 секунды она не будет гореть. В табличке же такого нет, потому что она воспроизводит сигнал, там, ну, вот это вот показание только один раз, там, какое-то определённое время ПВО, то же самое. Поэтому здесь мы можем только вот так вот табличку это увидеть. Ну, так же, как я ещё показывал, мы можем отключить этот механизм, если он нам мешает, по идее, где его можно применять. Его можно применять, ну, не знаю, даже на каких-нибудь картах можно, например, применить. Ну, в общем, нужно включить фантазию, я не могу сейчас прям сказать точно, где его можно применить, но полезность всё-таки его присутствует. Поэтому вперёд строить механизмы. На этом можно и закончить этот видеоролик, где я вам рассказал всё, что, в принципе, я сегодня и задумывал вам рассказать. Если вам понравилась возрождённая рубрика механизма и вот этот механизм, то не забудьте подписаться на мой канал, также поставить оценочку, нравится он вам или не нравится. Также вы можете ещё в комментариях написать какие-нибудь тут усовершения, то есть, чтобы я что-то добавил. Скорее всего, все сальные механизмы я тоже буду улучшать, потому что у меня там были версии, и надо о них тоже вспоминать, и вот что-нибудь придумаю, и буду вам это всё рассказывать. С вами был Андрей, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok